Взгляд экспертов на важные для крымчан вопросы. В прямом эфире Радио Крым. Сегодня в фокусе. 15 часов и 7 минут сегодня в фокусе медицина. Не совсем, ну, вернее, как сказать, не то чтобы вся медицина, а конкретное её направление, в частности, лучевая диагностика, терапия, ультразвуковая диагностика и обучение в том числе. Позвольте мне представить наших гостей. Сегодня в студии Радио Крым профессор кафедры лучевой диагностики и терапии, доктор наук, врач высшей категории по ультразвуковой диагностике, заслуженный врач Республики Крым Елена Крадина. Здравствуйте. Добрый день. Студентка четвёртого курса Академии имени Георгиевского из Евпатории Виктория Кутькина. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. Давайте поговорим о том, что, собственно, происходит вот на кафедре-то. Я знаю, недавно отмечали 60-летие. Верно ли? Да, всё правильно. Нашей кафедре в прошлом году исполнилось 60 лет. Но говоря о кафедре, я бы хотела сказать, что в 1895 году рентген открыл рентгеновские лучи. И это, конечно, перевернуло и сейчас переворачивает наши представления. Но уже в 1931 году в Крымском медицинском институте он был открыт в этот год, уже началось преподавание рентгенологии как курса. А с 60-го года кафедра начала своё существование. И вот с 67-го года 50 лет руководил кафедрой Крадинов Алексей Иванович. Я посмотрела в интернете, сколько завидует максимально можно руководить кафедрой в интернете. Но я нашла 50 лет человеку, 50 лет кафедре, 50 лет институту. Но чтобы 50 лет быть во главе кафедры, я не нашла такие данные. Значит, это... Это повод для рекорда. Это рекорд. Это рекорд. И, конечно же, хочется спросить, как можно достичь этого рекорда. И, конечно, вот книга Алексея Ивановича «Жизнь в профессии врача и учителя», она приоткрывает его путь в медицину и вообще его профессионализм и его человеческие качества. И, конечно, самое главное для человека – это его судьба. А судьба – это его профессия и его, в общем-то, окружение. Которое, кстати, нельзя отделить от жизни, от обычной-то, согласитесь. Для него всегда дети его родные, нас двое. Для него и студенты – это мы были все одинаковые совершенно. Даже к нам были требования, были больше, чем к обычным детям. Но я хотела еще сказать, что, наверное, так долго востребованным можно быть, если иметь определенные черты характера. А у него сочетается статика и динамика. Статика – это фундаментализм, это фундаментальные знания, это Харьковский мединститут, это аспирантура, это кафедра. А динамика – это ощущение себя в любое время. 70-е, 80-е и наше время. Принятие новинок в технологии в том числе. Абсолютно. Абсолютно. И быть в курсе этого. И завтра мы открываем студенческую научную конференцию. Алексей Иванович, а я ему скажу вам, что ему исполнилось 92 года днями, он будет открывать, он готовит презентацию, он готовит вступление, он готовит поощрение студентам. И, конечно же, общение с молодёжью – это много значительно. А давайте мы молодёжь спросим. Общались? Общались. Как? Встречались. Как ощущение? Вот согласитесь, человек – глыба. Когда от человека исходит такое… Ты к нему пропитываешься уважением за то, что он сделал, то, что он привнёс в эту жизнь. И очень хочется слушать его, слышать всем телом, как бы впитывать всю информацию, потому что таких людей сейчас мало. И нам это необходимо. Мы молодые, нас выкидывают после учёбы в этот мир, где нужно лечить. И при этом всё делать очень правильно. И нам очень нужны на первых этапах наши наставники, которые направят. Поддержка под локоть, так скажем. Да. Верное направление, то есть посмотреть мы сами посмотрим. Поверните нашу голову, правильно? Замечательно. О кафедре поговорили, о ближайших событиях, которые предстоят. Давайте немного поговорим о том, кто же такие молодые врачи, которых вы готовите, которые уже вот-вот выйдут в этот самый мир и будут нас, смертных, лечить. Да, молодые врачи, хочу сразу сказать, они разные. Разные по сравнению с тем временем, когда мы были врачами молодыми. И, наверное, вот наша жизнь заставляет этому быть. И второй момент. Все молодые врачи сейчас, будучи студентами, они начинают профессиональную деятельность. Они работают. И, конечно, тут ковид сыграл определенную роль, потому что не хватало рук, не хватало медперсонала. Ну, возможно, и какие-то возможности новые открыл. Открываются новые возможности, но и они эти возможности, медицину видят изнутри, с одной стороны. И вот нам, преподавателям, нужно их так замотивировать, чтобы они продолжали ее изучать. И мы придумываем, конечно же, разные ситуации. Прежде всего, это, конечно, лекционный курс обязательно. Потом в институте у нас есть клиника осветителя Луки, о которой тоже, я знаю, недавно рассказывали руководители. И второй момент. Есть симуляционный центр, которым я активно пользуюсь в обучении ультразвуку студентов, ординаторов и молодых врачей, которые только закончили онлайн-обучение. И вот этот симбиоз студентов старших курсов, ординаторы и молодые уже врачи дает очень хорошие, позитивные результаты. Во-первых, там есть аппаратура современная. А когда молодой человек работает на хорошей аппаратуре, это, конечно, для него очень важно. И еще бы я хотела сказать, что уже отмечала, что у нас будет студенческая научная конференция. Мы предлагаем более 10 тем. И одно из них направление – это IT-технологии в радиологии. Если у нас останется время, мы немножечко поговорим. И, конечно же, говоря об Алексея Ивановича Крадинове, я хочу сказать, что он почти что 30 лет был деканом, то есть он был воспитателем. И вот он мне рассказывает, что 22 апреля 1941 года весь выпуск ушел на фронт. И вот он каждый год 22 апреля последний выпускной экзамен делает именно в этот день. Почему? Потому что провести такое патриотическое воспитание и вспомнить поколение тех врачей, которые ушли защищать Родину. И мы в этом году, да уже, наверное, не в этом году, а с 2014 года активно занимаемся тоже этим. Это наши, в общем-то, профессиональные человеческие отношения с врачами, коллегами из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Но я думаю, что к этому вопросу мы еще вернемся. У нас небольшой перерыв рекламы на Радио Крым. 15 часов и почти 16 минут. Друзья, у нас сегодня в студии специалист лучевой диагностики терапии, специалист по ультразвуковой диагностике Елена Крадинова и студентка четвертого курса Виктория Кутькина. Сегодня говорим о воспитании молодых врачей, в общем-то. Вот закончили на том, что, в частности, ваши студенты проходят не только обучение как специалисты, но и патриотическое воспитание на кафедре приветствуется. Да, я уже сказала, что в рамках патриотической работы мы уже с 2014 года активно общаемся с преподавателями Донецкой медицинской академии и Луганской педиатрического университета. И нас связывают действительно очень-очень большое продолжительное время человеческих отношений, профессиональных. Потому что вот профессор Зубов, Александр Демьянович, он в Украине был человека номер два в ультразвуке. Он научил всех врачей ультразвука делать под контролем УЗИ различные манипуляции. Это называется интервенционный ультразвук. И, конечно, когда мы все собирались в Крыму, это был май, это была целая неделя нашего общения с коллегами из Харькова, из Донецка, из Санкт-Петербурга, из Москвы, мы каждую минуту нашего общения получали определенные знания. И вот когда в 2014 году возникло вот такое военное состояние, то, конечно, мы в Крыму поддержали наших коллег. Они приезжали к нам в гости, они прятались от, я вам хочу сказать, прятались от тех взрывов. Это был Донецк и Луганск 2014 года. И, конечно же, это время. Все конференции, которые мы проводим в Крыму, они приглашены, они проводят мастер-классы. Мы в онлайн-запись ведем обязательно. Мы общаемся каждый день. И вот я бы хотела сказать, что вот эта наша работа, она дала результаты. И я бы хотела предложить слово нашей молодой коллеге, которая провела совместную работу с Луганской народной республикой. И, в общем-то, рассказать пару слов об этой работе. Виктория, вам слово. Расскажите, пожалуйста, во что выливаются вот эти самые моменты патриотического воспитания и взаимодействия с коллегами из новых регионов Российской Федерации? Взаимодействие с коллегами дало нам понять, какие проблемы есть в данном регионе, какие они испытывают трудности. И хотела рассказать о том, с чем сталкиваются не только военные, но еще и простые мирные жители. Так как мы знаем, что за последние десятилетия в большинстве военных конфликтах и террористических актов большая часть поражений приходится на минно-взрывные травмы, которые как раз-таки вызывают многофакторные повреждения. И для их точной диагностики повреждений, скрытых повреждений, перенаправления для эвакуации и распределения первой помощи необходимо переносной ультразвуковой аппарат. Он как раз-таки оказывает неоценимую помощь в выявлении жизнеугрожающих состояний. Потому что сочетание химических, механических, а также термических повреждений, разрыва, разъединения конечности при минно-взрывной травме требует экстренной медицинской помощи с акцентом диагностически полученных ранений, так как время принятия решения ограничено. У нас есть, по данным статистики, клинические случаи попозже или... По данным статистики, первое, что происходит, это острая массивная кровопотеря. Она наступает в 100% случаях, и количество кровопотерь может составлять от литра до двух. То есть больше, ну, около половины всей... Общей составляющей. Да. Также ушибы органов грудной клетки, ушибы сердца, ушибы легких. Также чаще страдают ушибы брюшной полости, это разрывы паренхематозных органов, это печень, это селезенка и почки. Чаще всего еще сопровождаются с черепно-мозговыми травмами средней и тяжелой степени, с закрытыми переломами или проникающими осколочными ранениями суставов. Проникающими осколочными ранениями. Также чаще всего происходит отрывы сегментов конечностей и с открытыми и закрытыми переломами, также с осколочными ранениями суставов. Я так понимаю, что ваше взаимодействие с коллегами в общем состоит в том, чтобы проинформировать, наверное, коллегиально как-то выявить все вот эти наиболее часто встречающиеся повреждения и отработать некие алгоритмы диагностики по данным конкретным повреждениям, чтобы в максимально короткие сжатые сроки обеспечить необходимую терапию для того, чтобы сохранить жизнь человека раненого или максимально быстро его госпитализировать. Да, у нас есть клинический случай, который я могу рассказать, я думаю. Давайте. Это ранение верхней третьей бедра с осколком. Он визуализируется по УЗИ. Могла бы показать картинки, но это неважно. Завтра. Да, завтра. Завтра приходите на конференцию. И при этом же у данного пациента у него ранение печени, её разрыв с выходом свободной жидкости, то есть крови, около 150 мл в брюшное пространство, что означает риск развития гемоперитонита, то есть это воспаление брюшной полости. И оно не было визуально видно, то есть это нужно было определить только с помощью переносного УЗИ-аппарата. И благодаря этому пациента вовремя продиагностировали, оказали ему помощь, подобрали ему, соответственно, программу реабилитации, и человек, как бы, сохранили ему здоровье и жизнь. Ну что ж, прекрасный пример. Я думаю, что завтра на конференции вы подробнее будете об этом случае рассказывать. С вашего позволения, всех причастных приглашу на вашу конференцию. Расскажите, пожалуйста, чуть-чуть ещё, вот мы с вами, помните, останавливались на вопросе, если останется время, вы нам расскажете. Расскажите, что ещё изучают ваши студенты, какие направления, вот вы остановились на... Я запамятовал, как называется направление? Профилактическая радиология. Но я хотела, знаете, два слова добавить. Виктория, она из династии врачей. У неё мама и папа врачи, мои коллеги врачи УЗИ. И когда мы обсуждали её выступление, ну, мы со всеми так работаем, с ребятами, мы учим их и выступать, и представлять свои работы, папа мне её сказал. Теперь я понял, что я не зря живу, потому что я защитил кандидатскую, кардиолог, главный кардиолог и в Патуре. А теперь я знаю, что я могу взять портативный аппарат и могу приносить помощь там. Поэтому, ну вот, я завтра, папа будет, я хочу, чтобы он это же сказал всем студентам, ординаторам, молодым врачам, потому что вот это личный пример, понимаете, личный пример участия в таких событиях. Ну, слушайте, в педагогической деятельности, мне кажется, самое важное, это личным примером показать путь студентам, молодым врачам, начинающим, тем, кто только открывает для себя первые шаги в практике, сделать так, чтобы было на кого равняться, согласитесь. Абсолютно верно. И если разрешите, я вот несколько минут скажу о скрининге, которые можно проводить нашими методами диагностики, которые проходят во всём мире. Каждый год человек должен проходить ряд обследований. Почему? Потому что онкологические заболевания, они занимают второе место после смертности, летальности смертности после сердечно-сосудистых. И вот информация, мне кажется, будет очень интересная, что средний диаметр опухолевой клетки составляет 1 микрон, но каждых 100 дней она удваивается в своём размере. И вот когда мы видим на УЗИ или на КТ опухоль, которая диаметром 2 мм, она в организме уже находится 5 лет. А если 10 мм, то минимум 10 лет эта опухоль находится в организме человека. И действительно, онкологические заболевания, они ведь молчат. Они часто имитируют различные другие заболевания. И человек ходит, ищет, и беспокоит его совершенно не эта проблема. И вот если каждый год, а, кстати, в 4-м главном управлении, которое возглавлял профессор Чазов, все медики знают, каждый год все сотрудники, начиная от генерального, заканчивая тем, кто убирает помещение, проходили вот такой скрининг. Это был УЗИ, тогда ещё был рентген, фиброгастроскопия, колоноскопия, лабораторная диагностика. И поэтому я, конечно... Ну, сейчас ещё добавились онкомаркеры. Онкомаркёры есть, да. Ну, вот лабораторная диагностика. И поэтому надо, чтобы, конечно, все деньги вкладывались не в лечение уже, а в профилактику онкологической патологии. Я призываю всех обязательно проходить вот такое настоящее диспансерное наблюдение. Ну, во-первых, это и дешевле выйдет, и, во-вторых, результат это лучше. Даже я так понимаю, что современная медицина говорит о том, что диагностика онкологических заболеваний и их лечение на ранних стадиях даже не в разы, а в десятки раз, в сотни раз эффективнее, нежели, в общем, то, что происходит вот на текущий момент, когда болезнь определяется уже на каких-то поздних стадиях. Десять лет, понимаете, это уже срок. Ну, вот вам, молодым, как раз и, как говорится, карты в руки для того, чтобы все это воплотить в жизнь. Во-первых, необходимо нас, тех, кто вас окружает, убедить в том, что эти процедуры профилактические необходимы, потому что, поверьте мне, личный опыт мне говорит, что сделать это ой, как непросто. Во-вторых, провести качественную, да, качественную и эффективную диагностику для того, чтобы ни одна даже двухмиллиметровая или миллиметровая опухоль осталась незамеченной. Ну, и в-третьих, то есть если у нас с вами все это получится, я думаю, что мир станет жить немножко лучше, немножко здоровее, и будет повод с чем-то еще побороться. Вот лучевая диагностика, она визуально дает наглядность, то есть пациент как бы видит, во-первых, видит врач, во-первых, он может на это указать пациенту, который как бы охотнее поверит тому, что он видит своими глазами, а не то, что ему как раз-таки рассказывают, предупреждают. Абсолютно согласен. Наглядная демонстрация, это, в общем, убедительно. Ну что ж, остается сделать заключение небольшой нашей с вами беседы. Ну, Елена Алексеевна, вам слово. Ну, Виктория правильно сказала, наглядно. И я хочу сказать, что проходит ряд таких доказательных исследований, когда, допустим, смотрят пациента атеросклеротические изменения сосудов в присутствии его лечащего врача, врач УЗИ и пациент. Это называется приверженность к лечению. И когда он это видит своими глазами, то это вообще в разы повышает его активность и ответственность к медикаментозному лечению. И доверие к доктору. Ну, доверие к доктору. И вот пациент, он должен быть нацелен на это. Вот это приверженность к лечению. Ну, во-первых, хочу поблагодарить за такую гостеприимную обстановку, за то, что вам очень интересны наши проблемы. Ну, а мы чем можем, тоже всегда медицину любим, понимаем и готовим высокоответственных врачей. Удачи вам в вашем нелёгком деле. И на завтра, чтобы на конференции прошло всё как минимум по плану, а то и может быть лучше. Спасибо большое за то, что нашли время посетить нашу студию. Всего вам хорошего, доброго, до свидания.